Еще раз здравствуйте, друзья. Меня зовут Гай, я алкоголик. И мы продолжаем наше открытое собрание. И еще раз напоминаю о том, что здесь вопросы. Вопросы, и можно делать записки. Третья сессия будет посвящена именно ответам на эти вопросы. И напоминаю про сеговую традицию, кто опоздал, корзиночка здесь. Будет запущена тихонечко по кругу. Все, Валентина, приветствую, Валентина. Надо попросить, чтобы они не были. Ох, какое дерьмо. Ужасное. Ну, хорошо. Я попыталась в первой части описать некие вводные параметры, с которыми я начинала свое выздоровление. Я была ограничена очень в свое... Ну, как бы и ментально, потому что за годы употребления интеллект мой пострадал. Вот. Я была... Я не верила людям. Я на них проецировала свои недостатки, естественно. Потому что, как бы, как говорил великий и российский святой Серафим Саровский, у чистого все чисто. Но это не ко мне и не про меня. Я как раз... Ну, по сути своей, была предательница. Вещества различные настолько овладели мной, что, в общем, честно говоря, мне стало все больше и больше важно, чтобы у меня все было. Чтобы было то, чем можно захмелиться. Это было самым главным. Остальное, в общем, постепенно теряло свою значимость. Все ценности, которые могли бы быть у человека и должны быть у человека, если мы коснемся самых важных ценностей, которые есть у человека, а их всего лишь три, но они кардинально важны для человека здорового. Это жизнь, которую я, собственно, рисковала потерять каждый день. Вот. И гробила ее всем, чем только можно. Вот. Это здоровье. То, что не купить за деньги, но очень легко потерять. И я плевала на это с высокой вышки. И это любовь. Собственно, все остальное суета, 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 всяческая суета, как говорили мудрецы. Вот. И все эти три основных ценности моей жизни, они летели под откос. Хотя я очень любила разглагольствовать в пьяном состоянии, о том, что какое у меня большое широкое сердце. И только потому, что страна непуганных идиотов. Только потому, что положено Юпитеру. Угадайте, кто Юпитер. Естественно, я. Вот. И так далее, и так далее. Я была вне закона. И если даже я что-то сделала, ну, потому что дебилы кругом, не понимаете, они довели меня. Поэтому вот сама психология моя, она была так заточена, потому что мне было очень невыгодно, чтобы рядом были приличные люди. И даже если попадался кто-то приличный, я быстро ему придумаю что-нибудь. Я найду, как его опустить. Потому что он был опасен для меня. Потому что тогда я кто? Кто я, вот, если это приличные люди. Вот. И, честно говоря, так завралась, что я верила сама себе. Уже бедной маме я моей... Говорила, мама, посмотри в телевизор. Они все пьяные там. Моя бедная мать надевала очки. И пыталась... Я вышла на кухню, значит, выглянула. Она там пытается этот ящик рассматривать. Она поверила. Я так убедительна. Потом, когда я однажды ехала с группой, я поняла. Смотрю, в метро все трезвые. В автобусе все трезвые. Думаю, да, если бы кто-то был здесь, хлам. Это была бы я одна похожая. Это было такое удивление для меня самой. Я так завралась, что, в общем, искренне верила в то, что я говорю. Понимаете? Вот. И что я хочу сказать? Конечно, очень... Это про вечные ценности. А, конечно, самое главное для человека – это отношения с родителями. Они очень важны и генерализированно влияют на всю жизнь человека. Но все дело в том, что я руководствовалась только очень узким каким-то, как я уже сказала, каким-то странным, кем-то навязанным мнением, что я знаю лучше, как быть старшему порталу. Понимаете? Тем более, что я не знала ничего про Бога, про высшую силу. Я не понимала. И сейчас, когда я там несколько лет назад столкнулась с одной книгой, допустим, у нас очень увлекаются, и я своим пациентам рекомендую, когда у них мозги уже немножечко становятся на место, то как версию рассмотреть эту книжку. Такой типпинг создал... Он предложил посмотреть на мир с точки зрения одной версии. Все все равно здесь строится на версиях. И он предложил свою версию. И надо сказать, что его версия имела потрясающий результат, потому что он первую группу взял людей с очень серьезной стати онкологией. Радикальное прощение. То есть его идея была в том, чтобы не прощать людей, потому что даже если мы возьмем христианство или, так сказать, просто нравственные нормы, то... Ну, типа, да, ты, конечно, козел конченый, ну ладно, целую руку, прощаю тебя. Все равно в этом есть какой-то элемент гордыни, понимаете? А он предложил не в эту игру играть, он предложил другую версию, которая вот добила, потому что я к ней уже и так каким-то образом начала подбираться благодаря шагам, что как бы души, прежде чем прийти на эту землю, договариваются. Потому что душа, она вечная. Мы же хороним-то тело, футляр, в котором живет бессмертный дух. Дух-то похоронить невозможно. Вот, и для того, чтобы ему какую-то отработать свою задачу, очередную он приходит в этот мир, и самые близкие люди, потому что это мерзко и неприятно, соглашаются стать самыми наихудшими его врагами. Но когда человек рождается, он забывает про это, про все. И вот задача не прощать кого-то в своем высочайшем духовном росте, понимаете? А послание видеть. Каждый человек как учитель. И это совершенно другая точка зрения. Я хочу сказать, что еще задолго до этой книги, благодаря шагам, глубоко любимой мной книги «12 шагов анонимных алкоголиков», я стала верить в то, что мы вообще здесь все в гостях. Вот, а отец, он есть, и он создатель, и это потрясающим образом изменило мою жизнь, потому что у меня восстановилась коммуникация. Я стала верить, что он есть, и что он высочайший отец из возможных, что в человеках, ну, не может, потому что человек слаб, а он создатель, он как бы любит меня. И мне не надо было доказывать, он бесконечно что-то, зарабатывая его любовь. Это было заблуждение. Ну, как у нас маленький ребенок? Мы ж не будем, он пукнул нам в лицо, мы уже не башкой об стену бьем. Правильно, мой Господи? Мы иногда и радуемся. Слава Богу, пукнул. Елки-палки, счастье какое, желудок не болит. И какие-то такие простые вещи, они ткали постоянно ткань моего нового мировоззрения. Что мне не надо доказывать, что он лучше меня знает, какая я. Что он рад тому, что я просто прихожу и что-то делаю на 5 копеек. Что с ним так выгодно дружить. Моя алчная душа это быстро высчитала. Знаете, такая пройдоха такая. Ты на 5 копеек сделаешь, он тебе на 95 копеек добивает до рубля. Я видела это, думаю, о, мне нравится такой союз. А третий шаг, он привел меня вообще в выступление, когда меня дошло. До меня долго не доходило. К сожалению, мне надо было 17 лет, чтобы обрести готовность стартануть дальше. Вот. Я не глупая девочка. За свое выздоровление у меня еще наработалось 3 высших образования. И я, правда, бросила аспирантуру, жалею об этом сейчас. И как бы, потому что так вышло, что у меня образовалась профессия другая. Я пианистский дирижер. Но в процессе моего выздоровления меня пригласили учиться в Варшаве, в институте неврологии и психиатрии. И там я 7 лет гужевалась и открыла первое отделение в Санкт-Петербурге, отделение терапии зависимости, где 20 лет и отмолотила, мечтая своей стране подарить хорошую, крепкую, правильную терапию зависимости. Правда, меня 4 года назад вытурили оттуда, потому что опять они меняют концепцию. Круг замкнулся, наши пациенты говорят, ура, мы успели, успели, вот, их много, их тысячи трезвых, самому старшему 21 год уже трезвости, вот, уже, и я рада, что это случилось. Как раз той самой больничке, где мне привязали кровати. Вот там мне было принципиально важно отработать. Они, конечно, ну, не важно, не будем, в общем, они не пощадили нас, они нас трепали, наркологи нам не простили. Так получилось в этой больнице, что без лекарств, без ничего чудеса там творились на этом отделении. Благодаря нашим замечательным учителям из Польши, из Америки, мне всегда везло на учителей, на лучших, на хороших, на очень мощных. Вот, поэтому, к чему я это, господи, забыла, о чем я, я о своей работе могу говорить много, фу, забыла, чего хотела сказать. Да, вот, да, 17 лет. Дело в том, что, когда началась работа, я немножко, на несколько градусов сменила вектор, но это очень опасно в нашем деле. Потому что кажется, что ты идешь в правильном направлении, а правда в том, что ты уже идешь не в правильном направлении и не замечаешь этого. Я очень быстро заформализовала все, что можно. Бог у меня выражался в иконах, потому что люди приходили, они были благодарны, они мне дарили там, а я там чуть ли не как мать-благодетельница там. А как же, прям, только, как у меня хари не треснуло, так сказать. Но мне, честно говоря, конечно, помог один священник. Если бы не он, я бы давно уже или в петле болталась, или бы запила. Потому что, ну, знаете, испытание медными трубами, это очень мощное испытание. Вот, а он, отец Николая, на острове вязали дуракам счастья. Это был мощнейший старец, которому я попалась в руки, и он меня благословил на эту работу. Он сказал, только и тебя. А я говорю, да-да-да-да. Он говорит, у тебя все получится. Когда я приехала к нему на остров, все получится, хорошо получится. Сказал он, только я тебе скажу один секрет. Да-да-да-да. Вот, он говорит, перед каждым делом, отойди себе куда-то и скажи, помоги, Господи. Как дело сделаешь, уйди куда-нибудь в сторонку и говори, спасибо тебе, Господи. И это он мне как в винт вкрутил. Я всегда понимала, что это не я. Не я. Очень периодически хотелось раздуться, как жаба, знаете. Ну а как же, хороший понт, дар уже денег. Я же все равно продолжаю оставаться тем, кто я есть. Но раз, и пуля пролетала, я понимала, что не могут человеки. Ну не могут человеки вот такое исполнять. У меня было впечатление, что я наблюдаю со стороны, как Бог творит чудеса. Из каких-то конченных, за которых пятак в пастбазарный день. Бац, 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 бац. Господи, Боже мой, красота-то какая. Что мне просто позволили наблюдать эту красоту, счастье-то какое. И так сбоку, дуриком. Мне главное дело было создать идеальную команду, чтобы она была стерильная, остро наточенная. Коллектив, он должен быть как инструмент, очень стерильный, как хирургический. И все. И тихо стоять, и делать, что положено. И это было так прекрасно. И, естественно, я увлеклась. Трудоголизм, он ведь хуже алкоголизма. Или ничем он не отличается. Но еще у одной тетки я услышала, дураков-то много. Ну, не важно, что она из Америки. Но она была из Америки. Ну, в общем, мой мозг, он мне помог. А она сказала, да тебе не надо ходить на группу. Ты же работаешь в сфере выздоровления. Вообще отлично. Все, благословили. Господи, ну, я очень больной человек. Вот, за мной первое время ребята приходили. Говорю, Валь, ну, что за фигня? Без тебя скучно. Ну, я клоун еще тот. Вот. Я говорю, ща, вот ща. Ща просто все забито. Я не могу. Потом тяжелые пациенты. Потом то, потом все, потом все, потом то. Я совсем не понимала, что я обрезаю пуповину, которая меня кормит. Вот, каким-то непостижимым образом то, что мне дало жизнь, мне конченой, больной, сумасшедшей, обессиленной, обескровленной. Как мой мозг перевернул, что это теперь мне мешает. Да я устала, да ну нафиг там. Каким-то образом вдруг мне группа стала мешать, раздражать. Да некогда, да ладно. Я обрезала одну пуповину, а потом у меня умер Бог. Потому что я молилась, я молилась. Ну, правда, это было еще так, что там были батьки еще. Но вы там молитесь, батьки? Да-да, я говорю, во, вперед. Там молитва идет, а я такая, привет, дай-ка мне сил для того, чтобы самой рулить здесь. И это очень тонко. И я не заметила подмены. И это все было гомеопатически по чуть-чуть. Но я пошла в другую сторону, даже не заметив этого, что никакая работа не заменяет, хоть ты трижды будешь. Тебе, наоборот, еще больше надо грести. Потому что ты в каске будешь, потому что ты психолог, ты идиотом будешь. Просто потому что ты работаешь в этой сфере. Тебе надо там всеми лапами вот так грести, да. Да, плюс еще ты алкоголик. Тебе надо четырьмя лапами грести, постоянно меняя шляпы. Там ты психолог, здесь ты алкоголик. И не перепутай. Вот, это наоборот, двойная жизнь, но в плане вкладываться в себя. А я, а я, я читаю лекции немецким психиатрам. Ну, сами понимаете. Ну, что, ну, собственно, с вами тут. Кто вы и где я? 150 психиатров там сидят и рыдают у меня на плече в Германии. Ну, в общем-то, все. Да, вот. И вдруг мне приближалось 17 лет, и я вдруг приехала на дачу, и вдруг я поняла, что я не хочу жить. Думаю, ни хрена себе сигареточка. Вот, потому что уже к тому времени я поняла, что случайные мысли не летают. Не бывает таких случайностей. Я клинический психолог, я девушка достаточно грамотная, и я могу отличить одно от другого. Вот, и слава богу, слава богу, что я не успела. Я просто подумала, ну, просто ради прикола, как бы можно было свалить на этот раз. Подумала я. Вообще вот вскользь о самоубийстве перепугалась намертво, еще больше закрылась. Молчу как партизан. Муж говорит, у тебя все хорошо? Я говорю, да, все отлично. И как настоящая сумасшедшая, там себе чего-то кубатурю. Но, слава богу, есть друзья, и слава богу, они меня хорошо знают. И я сказала одному человеку. И тут главное не быть в изоляции. И один человек, как бы это была моя просьба о помощи. Он протянул мне руку, нашли... То есть я никого не могла слушать. Вот, я не могла найти себе спонсора. Ну, где я? Ах, где вы? Вы же понимаете. Вот. Ну, шутки шутками. Я в Питере самая старшая по всем видам употребления. И я первый директор первого центра. Меня на группе Валентины Владимировны называть стали. Я говорю, вы что, сволочи, вы меня убьете? Мне куда деваться-то? Какая Валентина Владимировна? Что, озверели, что ли? Но народ уже не мог. Вот. Насчет центров подходили. И все. И я поняла, что шандец мне какой-то наступает. Куда мне деваться, я не знаю. В ИНЭИ одни пациенты. В ПОЛЭИ пациенты. Кто остался, тот меня на ВЫ называет. И чего мне куда... Чего, ну, в общем, конечно, хотела бы, пришла бы, да села бы. Но я не совсем понимала, как мне себя вести. И осталось, типа, я подумаю с собой наедине. Забываю, что это самая плохая компания, которая бывает. Оставаться с собой наедине. Вот. Ну и слава богу, слава богу, слава богу, я заболела. Вот. Я заболела раком. И чудесно, замечательно. Меня вырубили так, чтобы лишить меня сил. Вот. И перепуганные люди, с которыми в тот момент были рядом со мной, они позвонили в Киев. Знаю, что есть только один человек, который мне понравился. Я слушала, как он переводит одного американца. И сказала, вот хохлам везет. Нашел, где спиваться-то в Америке. Эш ты попал сразу в какую группу, что-то в этом духе. Я сказала, пацан услышал. И нашел этого человека-переводчика. И сказал, спасай. Ей не найти себе спонсора. Пожалуйста, помоги. Потому что она только тебя и признала на сегодняшний момент. Сказал он. Тот позвонил своему спонсору в Америку. А тот позвонил своему спонсору с 50 годами. И они сказали, что вот они взяли время, молиться начали все втроем. Правда, через два часа созвонились. Взяли три дня, но через два часа созвонились. И сказали, надо брать. Реально не найдет. Реально сдохнет. Очень знаменитая. Очень, это самое, с башкой больной. Вот самая больная. Очень знаменитая. Это плохие предпосылки для того, чтобы выжить. И я им очень за это благодарна. Но сказали, что спонсору моему не доверяют. Ну, в силу того, что он мужчина, я женщина. Такое нарушение конкретное, которое, в принципе, нельзя ни в коем случае делать. Вот, поэтому спонсор моего спонсора, значит, через моего спонсора начал нас курировать. Пока до четвертого шага не дошли, там тоже сказали, может, все-таки как-нибудь вы все-таки избежите этого. Потому что накал такой в пятом шаге, что у более молодых это кончается сексом, как правило. Очень много случаев просто. Это уже быстро. У нас же есть писание святоотеческое, а есть предание, опыт реальный. Поэтому, и несмотря на то, что я старая, у нас бы дури хватило. У меня спонсор тоже в колпаке, в таком, мы оба с ним. Поэтому, ну, мы с Богом в Америке на молитве. Значит, в Питере на молитве люди знали время, когда, чего, за нас молились. Значит, мой спонсор отгорелся от меня, там, не знаю, 15 бутылок с водой, значит, стояло у нас, как это, на кухне. Я в Киев прилетела, мы пошли с ним по всем храмам, перевалялись, я вся в паутине. Он меня по всей лавре, мы там, и колено преклонено, и седьмой шаг, и молитвы все, там, на мощах, чтобы укрепило нас. В общем, все в пыли, вот, ну и приступили. Ну, ничего, слава Богу, Бог милостив, пятый шаг закончился. Мы наобнимались и разъехались мирно. Вот, я очень буду благодарна, он очень нежный человек и потрясающий вообще. И очень много для меня сделал. Я рыдала три месяца, потом он сказал, слушай, может, надо все-таки к психиатру. Я перестала плакать. То ли я выплакалась, то ли что, но я хочу сказать, что он растопил. Я была готова. Мне надо было 17 лет, чтобы еще набрать боли, только уже в трезвости. Чтобы понять всю степень своего заболевания, уже без водок и селедок, без ничего, понять, как я больна. Потому что во всем объеме я этого, судя по всему, не осознавала. И чтобы вот уже стать в 17 лет, я потом узнала, что это один из кризисов. В 10 лет люди вылетают из окон. Ну вот, нам еще американцы говорили, вы недопонимаете всей серьезности болезней. Когда ваши десятилетки полетят, вскрываться из окон, тогда, может быть, вы поймете до конца, что это не философский кружок. Что да, на группах есть куча людей, которые реально пьяницы. Но пьяница – это не алкоголик. Пьяница может ходить на группу, он и писать нифига не будет. Его жизнь социальная и так адаптируется, ему будет легче. Но его так не цепануло, как на алкаш – это болезнь серьезная, глубокая. Без бога, то бишь без шагов он не выдержит. Не выдержит, хоть он тут будет жить на этих группах. Вот, и так далее. И я не пьяница, я настоящая сумасшедшая. Поэтому я очень благодарна ему за терпение и всей этой ветке американской, в которой сейчас я состою. Они мне разрешили, они сказали, что ладно, благословляем в виде женщин по женской группе, по синей книге, таким образом. Ну и так далее. Но я уже к тому времени заболела. Вот, и меня, значит, я ожалела. Думаю, вот не успею четвертый шаг написать. Жалость-то какая? Помру. Но не тут-то было, не дали мне свалить. Вот, поэтому с тех пор прошло. В 12-м году, 3-го марта, мне отрезали часть легкого. Но у нас в России пятилетний срок выживания дают. И пока это уже больше, чем 5 лет. Я все время себе говорю, что толстые не болеют раком. Почему-то это мне помогает. Тогда я бросила курить, потому что я сама не могу бросить курить. Потому что мой Господь, он меня должен обесточить. Вот. Когда я падала в обморок при людях, вот, я успела сказать, только не в больницу. Это была моя воля. Вот. Слава Богу, они плевать на нее хотели. Отвезли меня в больницу и в хорошую. Там меня исследовали, все нашли. А так бы я, видите, не знала бы об этом ни о чем. Потому что нет, нет, не надо. Вот. И я не собиралась бросать курить. Профессор сказал, вы курите? Как у вас с сигаретами? Я говорю, у меня отлично все сигареты. Отлично. Сорок лет на вахте. Вот. И он на мое глупое лицо посмотрел, понял, что я совершенно конченая. Вот. Я думаю, сейчас скажет плохое, так тем более, что мне тут оси ласты заворачивать. Если не заворачивать, тем более, если пронесет, так что мне тут мощь. Потому что я не верила, что я смогу, во-первых. Я никогда не верила, что я что-то смогу. Никогда я в себя не верила. Но неважно. И вот я бы закурила. Как это было неоднократно. Меня что-нибудь отрежут, я беру капельницу и иду наперекур, понимаете. Вот. Но здесь было все так серьезно, что... И люди говорят, какая воля к жизни. Ага. Да, конечно, курить-то охота. Вот. А тут у меня привязали к кровати, понимаете. Какой-то кислород, какие-то... Ко мне какие-то машинки приделали. И мне не встать. Мне не то, что не встать. Мне мама не сказать. И прошло две недели. Думаю, ну это шанс. Потому что на самом деле мне так надоело курить. Вот. Но, правда, я растолстела на 20 килограмм. Но это уже следующая история. Вот. Когда-нибудь, может быть, я похудею. А может быть и нет. В общем, я не знаю. Может, я уже не успею. Потому что у меня уже возраст приличный. Но я хочу сказать, что я очень благодарна своему спонсору. И он был тоже в ряду тех мужчин, которые заставили меня поменять отношение к мужчинам еще больше. Вот. Началась моя семейная жизнь. Очень печальная. У меня было два основных момента. Мои отношения с мамой. И мои отношения с мужчиной, с которым я начала жить. Первое время с ним, конечно, я постоянно на него налетала. Ты вообще-то виноват. Ты что сделал? Ты не дал мне даже погулять. Ты что, меня на группе свел? Паразит. Ты всю мою жизнь... Потом вспоминала, что вообще-то в 38 лет с ним познакомилась. Вот. Что он не мог успеть мою молодость загубить. Это меня заносит тут немножко. Ну, в общем, все как всегда. Я уезжаю к маме и все такое. До тех пор, пока он не посмотрел на меня так философически однажды. И сказал... Стесняюсь сказать. А может быть, ты правда поедешь к маме? И тут я поняла, что врешь. Отступать некуда. За нами Москва. К маме я точно не собиралась. Вот это уж извините. Вот. И мне пришлось меняться. У меня было два спонсора. Мужчина и женщина. Я между ними там у одного это, у другого это. Они меня вдвоем тащили. И я... Были мои первые попытки изменить свое отношение. Потом появился спонсор Варшави. Она меня попросила написать первый список. Что плюсы и минусы совместной жизни. Это было первое мое еще письменное задание. В принципе, такое большое. И слушала меня. И первый раз я от нее услышала. Так, ты знаешь, я вот слушаю тебя. Говорит она. И я. Ты его все время используешь. Я? Сказала я. Так удивилась, знаете. Потому что я всегда говорила, что у меня большое, сильное, чистое сердце. Это сволочи виноваты, травмирующие мою детскую психику. Мою наивную чукотскую душу, понимаете. Вот. А вообще я-то, вообще-то зайка такая, такая добрая, хорошая. Просто не знаю. Сердце золотое фактически. Вот. Если бы не сволота кругом одна, так не знаю просто. А так-то я пострадавшая просто. Жертва я. Вот. И, знаете, это так удобно. Вообще и славненько сидишь, и всех вот виноватишь. Просто песня как удобно и хорошо. Слаще алкоголю временами. Вот. Но дело в том, что спонсор у меня была очень такая стерва. Поэтому она мне спуску не давала. Она мне мягкая, но заглотку, закадык меня брала, поворачивая меня самой себе. Поворачивая, я вдруг увидела, что для меня любовь-то... Я боюсь, что я не знаю любви. Я её не знаю, потому что я, оказывается, правда, с ней рядом не сидела. Я была убеждена, что мужчина – это средство для обеспечения меня чем бы то ни было. В употреблении – это значит ингредиентами. Не в употреблении – опять же негры в шахту должны идти и работать, чтобы мне, зайки, что-то там обеспечивать. Опять переклин определенный. Вот. Я совершенно не понимала, что любовь – это глагол. И мой спонсор тогда ещё заставил меня задуматься, что это даже не чувство, чувство влюблённости, чувство страсти, а любовь – это некая система действий, направленная на обеспечение развития объекта твоей любви. То есть, оказывается, любовь – это не про взять, а про дать. Вот до этой стадии я никогда не доходила. Я любила торчать на всём, опьяняться. И вот он, вот он, каждый день. Вот. На следующий день прихожу на группу. Нет. Вот. Вот. Как я могла подумать на другого. На тридцать день прихожу. Ну вот же он сидит. Ё-моё. Вот. Нет. Паша. Вот Паша. Ещё и прикурить дал. Ну что это, как не любовь, ёлки зелёные. А потом в кафе подвёз на машине. Всё. Мне придурочно. Этого было достаточно, чтобы всё китайское общежитие в 17 этаже взбудоражилось. И там всё. И это ужас. Как говорится, три рубля заплатить на трамвае прокати. Вот. Когда я услышала спикерская жены спонсора-спонсора, Линда замечательная, она рассказывала, такая красавица, прочее. Когда она сменила пятого мужа, она решила, что ей нужно сделать визитки. Вот. Что как только мужчина начнёт за ней ухаживать, давать ему. Там написано будет. Вам надо исследоваться в наркологическом отделении. Скорее всего, вы алкоголик или наркоман. Понимаете? Вот. Это очень смешно. Но, тем не менее, в этой шутке есть доля шутки только, как выяснилось потом. Да? Вот. А другая говорила, я очень была разборчива в мужчинах. Как только мне руку протягивали, я сразу шла за него замуж. Понимаете? Ну вот я типа того, что-то была. Я абсолютно ничего не понимала. Я помню, я приехала на группу, и в метро у меня съехало пальто, и коленка, значит, обнажилась. И напротив сидел мужчина, который на... И она... Я не поняла, что со мной... Мне 38 лет. А я не понимаю, что это вообще. Я пошла на группу. Я говорю, не переживай. Не переживай. Это сексуальный... Как? Сексуальные чувства. Не переживай. А я... Вот, ну, совершеннонейшая дикость, конечно, по всем фронтам. Инфантильность, неразвитость, глупость. Извели на одна, еще пропитая. Это же ужасно, да? Вот, поэтому, благодаря своим замечательным впереди идущим, я постепенно начала что-то понимать. Что такое там границы, что такое традиции, как традиции можно проецировать на семью. И мы с мужем бились потом, как американские профсоюзы за свои права. Орали, там соседи, мы в коммуналке жили, сейчас живем шестикомнатные. Они боялись на кухню выходить. Так мы бились, потому что я отвоевывала все свои права. И жизнь показала, что это было правильно. Вот. Он очень обижался на меня. Он меня втягивал... Я его втягивала в свои игры, вот, такие страстные. Потому что меня все время вот-вот-вот-вот. Я навлюблялась. Это принцы. Это все принцы моей мечты. Проходило время, причем недолгое. Сомнительная личность, конечно. Ну, а потом, извиняюсь, козел, конечно. Опять не повезло, вы понимаете? Опять мне, сироте, не повезло. И вот это вот катание на горках, страсть такая, а потом облом. Вот, собственно, по-другому я не умела и не понимала. Ну, как сейчас бы сказали молодые наркоманы, торчало на отношениях. Вот я оттуда что-то такую выжимку делала, а жить с кем-то я не умела и не могла. Вот. Когда мы начали с мужем обговаривать нашу совместную жизнь, это было очень больно. Она, вот, но доказала свою справедливость. Я ему сказала, ты прости меня. Я много лет гуляю, как кошка, сама по себе. Я уже 300 лет не живу ни с мамой, ни с папой, и сама о себе забочусь. Я не могу просить у тебя деньги на трусы и на все такое. Я не умею этого. Поэтому я бы хотела, чтобы мой кошелек был мой кошелек. А твой кошелек был твой кошелек. Он очень был недоволен, ему это не нравилось. Я говорю, знаешь, я умею делать такие заначки, что все менты города Петербурга не найдут. Будут на этом стоять, на это смотреть и уйдут ни с чем. Я мастер вообще этих дел. Но я не хочу сейчас сделать заначки, прятать от себя. Пожалуйста, это тема всех зависимых. Зависимы плохо умеют деньгами распоряжаться, отдавать их, быть честными. Это целая отдельная сфера жизни. Но финансы – это такая мощная энергия, которая может взорвать любые отношения, если там не будет ясности. Поэтому я просила его эту ясность с самого начала. Я говорю, может потом изменится что-то? Пожалуйста, ты не женишься на моей маме. Вот есть я, есть ты, ты мне ничего не должен, и я тебе не должна. Поэтому давай так, мой кошелек, твой кошелек, наш кошелек. Но у нас не было детей, и мы себе могли это позволить. Он очень обижался. Но до этого он слег, у него накрылся бизнес. И я каждый день ездила на другой конец города, в храм. Потом ушла из храма, я потом в трезвости ушла в церковь петь, помогая восстанавливать храм. И я ушла от того, что дома, около дома, и стала ездить через весь город. Потому что здесь платили 3 рубля, а там платили 20 рублей. Я носилась на эту среднюю рогатку, по дороге покупая дешевых продуктов, приезжая обратно на Васильевский, приготовляя, а он в депрессии лежит полгода, значит, депрессует. А я, значит, ношусь как электровина. На группе мне уже говорят, слушай, ты слетишь, ты смотри, ты зеленый, хочешь в долг? Я говорю, не надо в долг, берешь чужие, отдавать свои спокойно. Вот, и вдруг мой однажды муж с группой приходит вот с такой книгой. Я чувствую неладно. Вот, я говорю, а что это такое? Он говорит, это такая книга. Я говорю, какая книга? Ты взял ее почитать в надежде, говорю я. Он говорит, нет, я купила у одного чувака на группе. Я говорю, а что это? Елена Блаватская. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, 500 рублей. Знаете, а я 20-ку. Утром, 20-ку вечером. На это накормить надо, все на метро. И, конечно же, я начала орать. И когда я прооралась, опять лишив ужина соседей, потому что у нас комната последняя перед кухней, они побаивались меня все время в начале моего выздоровления. Я не была спокойна, мягко говоря. Все, что движется, могла послать по несколько раз в день. Ну, что сделать? Ну, так вот, да. Вот, поэтому я поняла, что не пойдет. Я не смогу. Я просто сейчас не смогу. Я начну считать, я начну подсчитывать, я начну быть занудой. Я не могу, я не умею бескорыстно отдавать свое. Все, точка на этом. Вот, он был недоволен. Мы бились, колотились. Потом мы стали жить с ним спокойно. Я, конечно же, лазила постоянно в его кошелек. Вот, потом мне стало это не так интересно, потому что я больше зарабатывала, я больше работала в два раза. Вот, а потом, одна же, он поехал на море. И говорит, я говорю, ну как? Он говорит, все, отлично, устроился. Жалко, что не видом на море. Я говорю, а почему? Он говорит, да, знаешь, это дороже, но ничего. Я говорю, минуточку. Я не люблю, когда я должна. Я не могу, когда меня вымогают. Я люблю давать, когда я хочу это делать. Вот. И я говорю, минуточку. Тут я уже, вот. Давай-ка беги в Western Union, я тебе сейчас пришлю с удовольствием. Он, да? Ну, спасибо. Хорошо. Замечательно. Вот. В то же самое время я копила на холодильник моей маме. И это было бы долго, бесконечно, потому что на самом деле я мало очень зарабатывала, долго очень мало зарабатывала. Вот. И в 31 декабря, он говорит, а ты куда? Я говорю, а я, у меня дело есть. Я хочу мамане холодильник на Новый год подарить. И какой уж получится, морозка-морозка, но лишь бы новый. И он встает. Я говорю, а ты куда? Он говорит, а я с тобой. Любимой тёщеньке, да за такую, за жену. Прям грех. И мне было так приятно. И я поняла, что это гораздо приятнее, чем я бы там ждала, что сейчас он не должен моей маме. Там, знаете, я умею устроить ужас везде. Вот. Я уже немножко понимала свой характер. Вот. И мы очень радовались в этот день. И мама радовалась, и он радовался, и я радовалась. Вот. Как бы вот это совпадает с традициями, которые предлагает программа. Анонимных алкоголиков. Мне это понравилось. Вот. Мы так невольно разложили, кто за что несёт ответственность. Но он взрослый мальчик, и он имеет право распоряжаться своими деньгами, как он считает нужным. Самая ненавистная картинка, это 8 марта, мужчины в петушках с этой мимозой. Понимаете? Просто мне кажется, это просто ужас. Унижающее человеческое достоинство. Я ненавижу вот таких вот мальчиков. Вот это вот. Это ужасно, неприятно и некрасиво. Мужчина должен быть мужчиной. Он не должен прятать от женщины куда-то, значит, в трусы, там, какой-то рубль. Это ненормально. Мне кажется, это не входит в концепцию уважительного отношения между семьёй. Я перестала требовать. Вот. Я перестала требовать. Он перестал быть мне должен. И это выпустило его на свободу. И сделала его... Я увидела, как он изменился. Он любит путешествовать, ездить в горы. Он все свои деньги тратит на это. И я очень рада. Потому что он тяжело работает, чтобы складывать эти денежки. Такой, как Скорж Макдак сидит там. Тихо, что-то такое. Три рубля, три рубля. Он копит, чтобы раз в полгода можно было куда-нибудь в Индию. Он любит в прошлом году кора. Я говорю, ты ещё веришь, что тебе все грехи? Да-да, я ещё верю. Он поднялся на эту кору в Тибете с друзьями. Я очень счастлива, что этот мальчик может играть в свои игрушки. И каждый раз он привозит мне какой-то подарок. Я ору страшно, потому что он всё... Какие-то гранатовые браслеты, которых я практически не ношу. Но ему нравится, он может. И это очень здорово и замечательно. Вот. Вторая часть – это была моя мама. Это была другая история. Она началась давно. С мамой больше минуты мы не могли проводить. Потому что я уже говорила, что она у меня была ответственна за всё. Да, преуменьшить значение и влияние матери на ребёнка невозможно. Конечно же. Конечно же. И при жизни, и после жизни. Мы продолжаем быть связаны многими нитями со своими родителями. Иногда бессознательно доказываем что-то, делая что-то ради них и прочее. Так устроен человек. Эту пуповину перерезать очень трудно. Вот. Но я понимала уже к тому времени, что обижаясь на свою маму, я никому не наношу вреда, кроме себя. Дело всё в том, что я поняла вообще, что все обиды, они, в общем, терзают исключительно. Это мой выбор – находиться в обидах или не находиться у них. И это было для меня тоже судьбоносным открытием, понимание того, что я – это не мои дефекты характера. Нет. Человек создан создателем прекрасным. Я в это свято верю. Но на него могут влиять, держать его в кабале, держать его за шиворот, таскать его те самые дефекты, которых мы касаемся в четвёртом шаге. Это зависть, это алчность, это страхи эти поганые, понимаете, которые сводят с ума лучших из нас, заставляя становиться подлыми или гадкими, или ничего не делать, или обворовывать самих себя. Этим ничего не делаем и прочее. То, что заложено в программе «12 шагов» – эти четыре всадника и четыре антипода, с которыми мы как раз и разбираемся. Потому что они из Оссорской группы вынесли, забрали в основу программы четыре абсолюта, которые заложили в фундамент. Мы знаем абсолютная честность, чистота помыслов и так далее. Ну и их антиподы, мы знаем, эгоцентризм, своекорыстие, нечестность и страх. То есть четыре момента, которые сводят с ума всех людей, которые попадаются к ним под влияние. Человек попадает под влияние, но сам по себе создатель брака не делает. Создатель то, что создаёт, он создаёт прекрасным. А уже человек, выбирая быть движимым разными формами страха, как написано в этой прекрасной книге, превращается в идиота, сам себя обкрадывает. И когда до меня стало доходить, что никто из людей, которые встречались на моём пути, не нанёс такого ущерба мне, как я нанесла сама себе, это тоже было одно из откровений. Почему я выбирала постоянно путь лузера? Путь неудачника. Потому что путь неудачника – это смотреть вовне и вниз, на недостатки других людей. Путь успешного человека – это через вечные ценности на себя подметать свою сторону улицы. Потому что эта вселенная, она реагирует на то, что ты в неё вкладываешь. И вот это вот простое, казалось бы, но мудрое, к чему пришло человечество, мне было закрыто это знание. Благодаря шагам у меня постепенно стало появляться некое понимание, как я заблуждалась вообще в кардинальных вещах, что если есть тут лох какой-то, которым я считала других людей, так это я, оказывается, чилистская лошара-то самое главное, которая, считая, что она такая умная, поставила это вообще не на то и проиграла очень серьёзно. Потому что это мой выбор – я буду жить в ненависти или в любви? Это мой выбор – платить местью или нет? Это мой выбор – молиться за врага и вообще считать его врагом, или посчитать, что это учитель пришёл. И мне очень больно сейчас. Но это значит, я готов к этой боли. Потому что отец даёт только по силам. И это совершенно другая жизнь. Вот это жизнь роста. А не то, что я 150 шагов напишу, тетрадку положу и пойду лаять дальше на свою мамашу. Не-не-не. Это совсем другая история. Но мне опять намекают, что публика устала. Спасибо. Да, друзья, перерыв 15 минут и вопрос и ответ.